8 месяцев назад, когда Александр Леонидович Бурков стал временно исполняющим обязанности губернатора Омской области, стали говорить, может быть всерьез, а может в шутку, что бородатых не любит. Неужели Петра-реформатора привезли в Омск? Предлагаю взглянуть на показатели глазами простого человека, а не чиновника, и сделать соответствующие оценки. Возможно, так мы лучше поймем, стоит ли нам сегодня гордиться этими достигнутыми результатами. В прошлом году Омскую область покинули 10 тысяч человек. Плюс к этому рождается меньше детей, аукнулись в 90-е годы. Александр Бурков считает важным увеличивать население региона, а потому предложил депутатам продлить материнский капитал на третьего ребенка. Мы знаем, что срок действия федеральной программы материнского капитала продлен до 2021 года. Считаю, что мы должны идти в русле, указанном нам президентом. Поэтому прошу вас поддержать инициативу областного правительства в этом направлении. Не успел временно исполняющий в октябре прошлого года сесть в губернаторское кресло, как к нему пришли обманутые дольщики. Возле стен правительства развертывали пикет, голодали. На тот момент на территории региона был 21 проблемный дом. В прошлом году в эксплуатацию ввели только один. В этом два. Темпы решения проблем с дольщиками Александр Бурков сегодня назвал неудовлетворительными. Мы проработали над предложением мер поддержки, способных облегчить положение обманутых людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Всего в этом году планируется решить проблемы обманутых дольщиков девяти квартирных домов. Остро стоит вопрос системного обновления общественного транспорта. Реновация будет и коснется она в первую очередь Омска. Принято решение о закупке 150 единиц среднеразмерных низкопольных автобусов, а также 70-70 единиц малого класса. Город получит субсидию для оформления лизинговой сделки уже в этом году. Я надеюсь, что к осени МИЧИ увидят новый транспорт на своих маршрутах. А в Аселькуле тем временем увидели новые дороги, отмечает председатель местного совета. У нас ремонтируются дороги очень много, и вот у нас дворы отремонтированы тоже очень много. Этого много лет не делалось, и мы просто, знаете, когда обрадовались, когда нам дали возможность это сделать, мы просто очень радуемся. А еще ведь нужно ставить на ноги здание поликлиник в городе и особенно в области. 220 миллионов, которые направили на капитальный ремонт в этом году, недостаточно, не скрыл Александр Борков. Давайте посмотрим правде в глаза. Высокотехнологичный сектор мы развиваем, а вот первичной помощью у нас ситуация нехорошая. Все видели, в каком состоянии сегодня большинство больниц и поликлиник. Общий износ в среднем по области составляет порядка 40%. На этот год Борков добился из федерального бюджета беспрецедентной поддержки – 15 миллионов рублей. Эти деньги – бесспорная помощь региональному дефицитному бюджету. Однако увеличивать нужно и собственные налоговые доходы. Депутат законодательного собрания Валерий Кокорин считает, необходимо работать с компаниями, которые отправляют налоги главным организациям. Налоговые поступления, в случае вертикальной интегрированной компании, они по-другому формируются. И в этом смысле для Омска это, конечно, неоднозначно положительно, может, больше отрицательно. Хотелось бы, чтобы ему удалось пройти выборы, избраться, подготовить хорошую команду. И вот какую-то новую экономическую политику, как Мобедич Ленин, НЭП в нашей области начали внедрять. А пока Омская область тратит федеральные деньги. И когда они закончатся, придется снова просить. Алла Лаксюнова, Андрей Кузьмин, Антенна СИО.